Добрый день уважаемые друзья! В этом обзоре хочу показать вам довольно недорогой, но весьма пристойный складной нож. Чем он меня заинтересовал? Невысокой ценой и довольно неплохим качеством изготовления и сборки. Выглядит ножичек вот так. Полированный клинок, деревянные накладки на рукояти, собрано все и подогнано на твердую четверку. Есть небольшие грехи, но учитывая то, что на фабрике, производящей данное изделие, вообще нет станков с ЧПУ и все производится по старинке, а часть процессов вообще ручные, то я вполне готов эти грехи простить. ТТХ ножичек имеет следующее. Длина клинка 85 мм, ширина клинка 26 мм, толщина в обухе 2,3 мм, длина рукояти 115 мм, общая длина ножа 200 мм и вес 130 грамм. Клиночек с понижением линии обуха, небольшой фальшик, спуски вогнутые от середины клинка. Сведем клиночек 0,5 и на кончике в 0,7. Сам клиночек полированный, сталька 447. Рукоять классический бутерброд, стальные лайнеры, соединенные двумя простенькими боночками и осевым винтом. Накладки деревянные и склеенные послойно древесины. В Поднебесной данный материал называют красину словом Роузвуд, но мы с вами проще и называем это фанерой. Клипсу здесь можно было бы назвать отлично, если бы не вот этот вот загиб в конце. Клипсы. В принципе абсолютно не сложно взять плоскогубцы или мультитул и придать ему необходимый вам угол загиба. Сама же клипса очень неплоха, но в меру жесткая, глубокая, прячет практически полностью нож в кармане. Клипится двумя винтами сквозь накладки в лайнер. В конце рукояти есть у нас отверстие под темлячок диаметром 3 мм. Если вам этого мало, то в принципе отверстие в лайнерах видно, да, позволяет если не увеличить его в диаметре, то вполне превратить в овал. Механика ножа вполне адекватна за свои деньги. Клинок стреляет, складывается под своим весом. В общем, все как в дорогих ножах. В осилом две фторопластовых шайбы, одна поменьше, чтобы не мешать работе замка, и одна побольше. Вертикального люфта на замке в ноже нет. Есть небольшой поперечный шат клинка, но опять же не забываем какие здесь стоят шайбы. Замок у нас лайнер лог, заходит на пяточку таким вот образом. На пластине есть насечки, функцию свою абсолютно исполняющую. С эргономикой рукояти полный порядок, она хорошо ложится в руку, прямым хватом нож вообще очень удобно держать. Обратно немного хуже, но тоже неплохо. К месту здесь и выемки эти, и насечки. По насечкам, кстати, видно, что они точно выполнялись вручную. Шпеньки вполне удобоваримые, пальцы они не сильно обдирают. Видал я, конечно, и лучше, но учитывая стоимость данного экземпляра ножа, то я к ним абсолютно не в претензиях. Ну вот и самая главная цена. Стоит данный ножичек у нас девять с половиной долларов. Довольно небольшие деньги, да, есть в нем и небольшие изъяны, это не без этого. Такой ножичек вполне подойдет там, где делать что-то дорогим ножом просто жалко и не хочется. Такая-то себе рабочая лошадка, которую если даже и потеряешь, то не очень сильно расстроишься. Ссылочку на ножик как-то всегда дам под видео. Ну на этом, друзья, пожалуй, все. Пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok